Проходившее с 11 по 13 июня на курорте Карбис-Би в Великобритании собрание лидеров государств, входящих в группу G7, согласно провозглашенным после ее окончания декларациям, позволило сделать новые шаги для преодоления глобальных проблем и вызовов. Однако принятые по итогам саммита официальные коммуники свидетельствуют совершенно о другом. На фоне разговоров о преодолении пандемии COVID-19 и ее последствий борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды, а также прочих благих намерений, встречи лидеров Большой Семерки, проходившая с участием президента США Джо Байдена, что во многом и определило ее основную повестку, по сути дела, дала старт новой холодной войне. И это, как минимум, мир снова разделен на два противостоящие друг другу лагеря, и прогрессивное мировое сообщество опять пытается диктовать тем, кто назначен его главами на роль собственных антагонистов условия, обязательные к выполнению и правила, которым те должны следовать. Отныне шедшее все последние годы противостояние четко оформлено организационно, под него подведена идеологическая база, обозначены главные направления, на которых будет вестись непримиримая и бескомпромиссная борьба. Попробуем хотя бы в общих чертах разобраться, о чем речь идет конкретно. Семеро против Китая, как и предполагалось наиболее прозорливыми аналитиками, главным лейтмотивом общения главы Белого дома со своими союзниками стала их мобилизация для великого похода против Поднебесной. Противостоять и конкурировать, вот в эту краткую формулу укладывается все видение Вашингтона отношений мирового сообщества со слишком много себе позволяющими китайскими товарищами. При этом тщательно замалчивается тот факт, что для США это и вправду вопрос жизни и смерти, и их технологическое и экономическое отставание от Пекина приближается к критическому. Впрочем, по оценкам некоторых экспертов, оно уже давно стало необратимым и непреодолимым для американцев естественно. Будь по-другому, Сенат Конгресса США не принимал бы в пожарном порядке решение о выделении 250 миллиардов долларов как раз на удержание американского первенства в сфере высоких технологий. Да уж, если в 1990 году в Соединенных Штатах выпускалось около 40% всех полупроводников на планете, то сейчас этот уровень снизился до 12%. Какое уж тут лидерство. При этом сенатор США Чак Шумер, кстати, один из авторов соответствующей законодательной инициативы, прямо заявил о том, что переделать мир по своему образу и подобию смогут лишь те страны, которые добьются наибольших успехов в области инноваций и искусственного интеллекта. При этом он призвал не пожалеть ничего, чтобы проложить путь для еще одного поколения американского лидерства в мире. Вот о чем идет речь на самом деле, не об экономике вовсе, а о геополитических притязаниях США, от которых они и не думают отказываться. Неудивительно, что лозунг «догнать и перегнать Китай». Там сейчас исповедуют и продвигают с тем же неистовством, с которым в свое время рвался выиграть гонку с самими американцами полоумный Хрущев. Вот только зачем это все Европе. Как бы то ни было, но в итоговом каминеке нынешнего саммита G7, его участники, пытаются ставить рамки и очерчивать красные линии для Пекина. Их, видите ли, очень серьезно беспокоит ситуация в южно-китайском и восточно-китайском морях, а также попытки китайской страны в одностороннем порядке изменить существующий там расклад сил. Поднебесные пеняют на неправильные действия в отношении Тайваня и Гонконга, нарушение прав человека в Синцзяне и вообще в отношении собственных и иностранных граждан. Более того, на свет Божий снова извлекается главный антикитайский жупел последних лет – обвинение в искусственной природе коронавируса, за появление которого, ясное дело, ответственность несут тоже китайские товарищи. Большая семерка пытается требовать некоего научно обоснованного и прозрачного расследования происхождения COVID-19, которое должны провести специалисты ВОЗ, один раз уже высказавшиеся по данной теме. Предыдущий их вердикт, исключающий версию появления вируса в китайских биолабораториях, усиленно навязываемую миру США, Вашингтон и его союзников по G7 категорически не устраивает. Можно не сомневаться, что задачи повторной проверки, если таковую допустят в Поднебесную, что крайне сомнительно, как раз и будет получение правильного ответа, под который будут подгоняться упрямо не желающие укладываться в американскую концепцию факты. Также на саммите объявлена о старте еще одной инициативы семерки – глобальном инфраструктурном проекте для развивающихся стран, который, как заявляется совершенно открыто, должен стать альтернативой китайской программе «Один пояс, один путь». Остается только посочувствовать тем развивающимся странам, которым предстоит стать полем выяснения отношений между странами G7 и Китаем. Россия откусила слишком много. Что касается нашей страны, то тут налицо точнейшее воплощение английской идиомы от плохого к худшему. Для описания вектора развития отношений стран большой семерки к России она подходит как нельзя удачно. Нет, ритуальные манты о желании предсказуемых и стабильных отношений с Москвой и даже сотрудничество с ней в некоторых сферах в итоговом коммунике, конечно же, озвучены. Но чего они стоят после слов о том, что Россия продолжает злонамеренные и дестабилизирующие действия, вмешивается в демократические системы других стран и не выполняет международные обязательства относительно соблюдения прав человека. Полный набор обвинений. Более того, страны G7 сказали, как отрезали. Россия – никакой не посредник в конфликте на востоке Украины, а его непосредственный участник. Вновь, как в 2014-2015 году, звучат абсурдные требования о выводе российских войск с восточной границы на залежный и из Крыма. Судя по прилагающимся к этому заверениям, в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, полуостров после этого также следует передать Киеву. Ну, и какие после этого могут быть стабильные отношения, не говоря уж о взаимодействии и сотрудничестве? По правде говоря, после оглашения подобных ультиматумов, а также ввода Вашингтоном в действие нового раунда санкций против суверенного государственного долга, России теряет всякий смысл, намеченная на 16 июня встреча в Женеве. Еще более очевидным это становится в свете меняющейся на глазах риторики Джо Байдена и сдержанно агрессивной, превращающейся уже в откровенно хамскую. Первую угрозу в адрес нашей страны глава Белого дома отпустил, едва сойдя с трапа, доставившего его в старый свет американского борта номер один. Именно там он заявил о готовности ответить конструктивно и решительно на вредоносную деятельность России, буди такая воспоследует. Как ясно, и из каменнике саммита, и из конкретных действий США, эти слова притворяются в жизнь буквально на глазах. Впрочем, на достигнутом мистер Байден останавливаться явно не собирается. Старичок раздухарился, да еще как. На пресс-конференции, состоявшейся по окончанию саммита G7, глава Белого дома принялся сыпать прямо-таки сенсационными заявлениями. Оказывается, поведение России на множестве фронтов является совершенно неприемлемым и противоречит всем международным нормам. А все потому, что Владимир Путин – автократ, не отчитывающийся перед народом. Однако, как весьма обнадежил своих слушателей, американский лидер, Россия намного слабее, чем она хочет казаться. Поэтому она отгрызла реальные проблемы, из-за которых у Кремля возникнут трудности с пережевыванием. Цитата дословная, так что, не обессудьте. Тут, конечно, можно было бы подпустить шпильку насчет того, что преклонный годами президент, вещая о чьих-то проблемах с челюстно-лицевым аппаратом, действует строго по принципу, у кого чего болит, тот о том и говорит. Однако тот факт, что буквально за пару-тройку дней до саммита в Женеве Байден стал вести себя столь вызывающе, особого места для шуток не оставляет. Право боязно подумать, до каких вершин красноречия он может дойти, пообщавшись с коллегами из НАТО. Кстати говоря, о Белоруссии на встрече лидеров G7 тоже не забыли. От Александра Лукашенко потребовали безоговорочной капитуляции в виде изменения внутри политического курса и проведения свободных демократических выборов под полным контролем Запада. Кто на таковых должен победить, пояснять, думаю, нет нужды. Еще Минску пообещали привлечь к ответственности всех виновных в нарушении прав человека в стране. Как подобное можно осуществить без НАТОвской интервенции в Белоруссию или как минимум устройство там государственного переворота, непонятно. То, что все это имеет самое непосредственное отношение и к нашей стране, понятно. Тем более, что в документе прямо говорится о роли России в принудительной посадке самолета РАНР, которую, правда, еще надо изучить. Следует отметить, что на итоговой каменнике саммита G7 уже последовала реакция Пекина, причем весьма резкая и бескомпромиссная. Во внешнеполитическом ведомстве Китая призвали Большую Семерку прекратить сознательную клевету на КНР и попытки откровенного вмешательства в ее внутренние дела. Все изложенные в документе факты и посылы в Поднебесной назвали извращенными и искаженными замечаниями, заявив, что категорически не приемлют подобной трактовки и крайне недовольны тем, что она была озвучена на столь высоком уровне. Более того, официальный Китай подчеркнул свою готовность защищать свою безопасность, суверенитет и национальные интересы самым решительным образом. По правде говоря, о каких-либо схожих демаршах со стороны МИД России на момент написания данной статьи известно не было. Очевидно, там все-таки предпочитают хранить гордое молчание в преддверии встречи президентов. Но они дипломаты, и им, пожалуй, виднее, хочется верить, что в Кремле и вправду не питали больших надежд на предстоящие мероприятия, а то может получиться очень обидно. Создать механизмы работы по направлениям, представляющие взаимный интерес, как о том недавно говорил Владимир Путин, освещая свои ожидания от диалога с Байденом, вряд ли удастся. Соединенные Штаты, судя по всему, выбрали путь не сотрудничества, о глобальной конфронтации. К именике от 13 июня это, по сути, объявление о ее начале. Увы, но разрядка и перезагрузка снова отменяются на неопределенный срок.